С добрым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачу «Место в телевидении». Сегодня пятница, 1 октября. Уважаемые телезрители, сегодня праздник, день пожилых людей. В предприятиях, организациях города, в колхозах, совхозах района прошли и проходят счастливые пенсионеры, ветеранов войны и труда. Сегодня все слова благодарности, признания в любви вам, милые, добрые, сердечные люди. А сейчас перед вами, с поздравительным словом, выступит глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов. Хайрли иртяхурмадлийташляр. Доброе утро, уважаемые товарищи! В целях оказания содействия решению социальных и культурных проблем пожилого населения республики, а также, учитывая многочисленные запросы ветеранов, пенсионеров и в целях оказания преимуственности поколений, Президиумом Верховного Совета нашей Республики и Советом Министров Республики Башкорстан, принято постановление, в котором говорится, что ежегодно, 1 октября, провести День пожилых людей, как День глубокого уважения ихнему добросовестному труду, как исторически неразрывной связи поколений, с оказанием всех возможных материальных поощрений для пожилых людей. Одним из существенных и наиболее важных задач государственных органов власти управления, как на местах, как и в центре, является социальная защита ветеранов, пенсионеров и пожилых людей, с гарантированным пенсионным обеспечением. В нашем районе проживает более 14 тысяч человек пенсионеров и людей пожилого возраста. Я сегодня с полной ответственностью и уверенностью заявляю о том, что положение с данным вопросом у нас в районе относительно благополучное. Вот цифра сама за себя говорит. В районе всего проживает 52 тысячи человек в населении, я округляю. Из них, как было сказано, уже 14 тысяч человек людей пожилого пенсионного возраста. То есть 28% всего населения района составляет пенсионеры и пожилые люди. Когда как экономическая активная часть населения составляет более 14 тысяч, тоже примерно одинаковое количество. Поэтому работа социальных работников, в первую очередь отдела социального обеспечения, местной администрации, которая проводится ими, это очень объемное, очень трудное, кропотливое, требующее терпения, выдержки в обращениях с пожилыми людьми, пенсионерами. Ну, на сегодняшний день я хочу сказать еще о том, что сроки выплаты пенсии, сроки перерасчетов, разъяснений, которые требуются пенсионерам со стороны наших работников отдела социального обеспечения, решаются неплохо. Кроме того, выполняя комплексную программу «Забота», которая была принята в прошлом году, сессии городского совета, в районе действует постоянно действующая комиссия, где рассматриваются вопросы жилищно-бытовых условий этой категории граждан, ветеранов, пенсионеров, я имею в виду, остро нуждающихся одиноких престарелых, определяется конкретная мера показаний им практической помощи. В городском отделе социального обеспечения образовано 4 группы социальных работников, их всего 16 человек, они работают именно с этой категорией граждан, совместно с трудовыми коллективами, предприятиями, организациями, где раньше работали эти пенсионеры. Они оказывают им шефскую помощь, приносят ежедневно больным продукты питания, помогают уборке жилого помещения, подвозке топлива, по вызову работников медицины и другие посильные им работы. Для финансовой поддержки малообеспеченных, одиноких граждан района, в Агробанке района открыты два фонда. Это фонд милосердия, фонд социальной поддержки, который образуется за счет отчисления предприятий, организаций, за счет отчисления внебюджетных и бюджетных фондов. И по мере наличия возможностей в этих фондах, работники социальной помощи оказывают им конкретную помощь, допустим, капитальном ремонте, текущем ремонте жилого помещения, реконструкции, частично вопроса газификации, строительства, газификации, как уже сказал. Именно на такие цели из этих фондов за эти 9 месяцев израсходовано более 15 миллионов рублей средств. Дополнительно я хочу еще сказать то, вот за эти 9 месяцев 1087 человек, участников и инвалидов войны, получали по 5000 рублей материальной помощи, а 44 человек, участников Курской битвы, получали по 8000 рублей из бюджета района. Более 235 человек, малоимущих и престарелых граждан района, получили гуманитарную помощь по промышленной группе товаров. Для совсем беспомощных, одиноких 50 человек, их было, значит, до августа месяца было организовано бесплатное питание за счет этих фондов. Тоже на эти цели израсходовано чуть более 1 миллиона 200 тысяч рублей средств. С апреля месяца текущего года организована адресная защита малоимущих слоев населения. Получающие самые низкие пенсии, маленькие пенсии, размеры которых ниже потребительской корзины, из бюджета выплачивается разница в виде дотации. Для этих целей за эти 9 месяцев выплачено из бюджета района более 23 миллионов рублей средств. Кроме того, дополнительно ко всем этим выплатам, как вы знаете, в начале текущего года, вернее 10 января этого года, было принято дополнительное постановление местной администрации, в котором оговорено дополнительные условия и дополнительные льготы именно этой категории граждан. Кому, пенсионерам, кому, значит, за 70 и 80 лет старше, оказываются льготные коммунальные услуги, бесплатный проезд на городском транспорте, лекарственное обеспечение. Вот всего для этих целей за это время израсходовано из бюджета района более 38 миллионов рублей средств. На бесплатную подписку, на пиерийскую печать, выделены и ассигнованы за эти 9 месяцев более 4 миллионов рублей денежных средств. Сегодня, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к крупным руководителям крупных предприятий, да и малых предприятий, коммерческим структурам, малым предприятиям, кооперативам, которые занимаются вопросами коммерции. К сожалению, мы имеем на сегодняшний день около 50 вот таких малых предприятий, кооперативов и предпринимателей, но настоящей благотворительной помощи со стороны этих организаций малых предприятий существенно не оказывается именно для этой категории населения района. За исключением вот одного предприятия, вот у нас есть в районе, неплохо работает, во всяком случае, промышленно-производственный кооператив «Марвал», вот руководитель этого предприятия, товарищ Имаев Марс Возьбевич, он на самом деле действительно оказывает всегда посильную помощь с учетом возможностей своих школам, лечебным организациям, другим учреждениям, да и одиноким благотворительной помощи. Я хочу поблагодарить его за такую бескорыстную помощь, которую он оказывает. Даже в благоустройстве улиц, территории выделяет иногда порядочную сумму денег. Спасибо им за это. В эти дни в трудовых коллективах района, предприятия, города проходят встречи с ветеранами, пенсионерами своими, обсуждаются вопросы, ихние вопросы, обмениваются мнениями и предприятия, организации, руководители предприятия, профсоюзные организации оказывают посильную возможную помощь своим ветеранам, пенсионерам. Это очень приятно. Сегодня вот в многих предприятиях все это продолжается. В районе вообще, в этом отношении, мне хочется сказать, неплохое отношение нашим ветеранам, пенсионерам, пожилым людям. Дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с Днем пожилых людей. Про возглашение 1 октября вашим праздником это дань глубокого уважения вам, тем, кто растил хлеб, строил дома, плавил металл, добывал уголь и нефть, кто учил детей, кто лечил и спасал людей, кто защищал нашу отчизну. Всем, всем, кто оставил за собой многие годы, наполненные высоким смыслом и добрыми делами. В это сложное время, когда наша Родина переживает острый экономический и политический кризис в своем развитии, мы хорошо знаем и понимаем ваши трудности и стараемся по мере своих возможностей оказать вам посильнюю помощь. В заключение еще раз поздравляю всех вас, ваших близких, ваших близких с вашим праздником. Желаю вам долгих лет жизни, успехов, счастья вам и мирного неба над головой. А сейчас, уважаемые телезрители, мы вашему вниманию предлагаем видеосюжеты, посещенные Дню пожилых людей. У нас в отделе, и вот они сегодня идут по магазинам покупать этим нашим попечителям все их необходимые продукты питания, хлеб и молоко. Вот одна из наших инспекторов идет обслуживать свою бабушку Саяпову Аклиму Шариговну. Она работает из первых дней открытия нашего отдела. Работу очень любит. В отдел собрались наши девушки, которые понимают трудности наших, очень любят свою работу. Из первых дней я не знаю, что это было бы. Кытам, бақат келуын, бақат келуын күтам, айы, айы. Я тен болып, я күн болып, омрым, өте, өте. Мен атеист күші. Шулайда о брызгарақ бұлсын ишін мен сөзіне мұлай башылар едім. Хәртан сайын бірізгі сөз бақат кетем. Аллах тағылы мене ешіткен де, мене шушы бақатны кетірген. Ласа біз пешейнен ештірген, аның шушынды шефқат бүлігі бар, аның шыңды шефқат иті әтірген күшілері әнісе әріштә біз бар. Мен шыңнады бік рахметлімен. Бік яратам, әнісеніңді яратам, шушы үшіма күшілерің барысында яратам. Орындан да қимылдай алметрыған ғариплер бар. Көвсәрия, Рафис, Жәмиле. Жәмиленің езған хатын мен тұпмадым. Шулшақлы яратып, рахметлер әйтіп езған, ұқысаңына елап жібересің енді, аның қатын. Шулай бұл ғаш социял тәкменетінің бұл үшмасы, бұл бұл үшесі бізге шыңлапта Аллах тарапынан берілген рахметлі бір бік кереклі әйбердей бұл емей. Самая молодая работница Янгильдина Ирина Михайловна. Она сразу завоевала уважение среді наших бабушек, дедушек. Еіріңі sunス пол és бәл үшесор Кө conse. Ирин яна сум, еріңі әйөін бір, бір үшіңкәилтің, бүшіңкашы. Нәңіңіп көекш маңызшысты, бүшіңінен өте әрін аңыз әймін әйке тұрсы әйбердей Бәлігін бүл үшеселіп көрsun Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Вот уже шестой год работает в нашем районе хор ветеранов войны и труда. Это такие добрые, такие милые, сердечные люди. И вы знаете, поверьте мне, вот побыв у них на репетиции, получаешь заряд бодрости на многие дни. На самом деле, вот они теперь перед нами сидят. Посмотрите на их лица, на их улыбки. И в душе происходит такое ощущение, и хочется от души поблагодарить их за то, что они есть, за то, что они нас поддерживают в самое такое трудное время. И дай Бог им здоровья на долгие-долгие годы. И мы потихонечку мечтаем о том, что вот года пройдут, и мы тоже постареем. Как хочется нам, чтобы посидеть, собраться вместе со своими друзьями, посидеть вот так, спеть наши знакомые песни. Валентина Андреевна, вот который год вы посещаете этот кружок, вот встречаясь со своими друзьями? Хор ветеранов войны и труда работает уже шестой год. В ноябре месяце нам будет шесть лет. В начале был организован как хор ветеранов, а потом мы вспомнили, кто-то солистом был, кто-то читал стихи, кто-то сочинял стихи, и получилась у нас самодеятельность. За это время у нас, нами разучено более 50 хоровых песен. Также солисты свои песни разучили. Мы выступали во всех колхозах Янаульского района. Постоянное выступление в Доме техники, в Сцены Дома техники районного Дворца культуры, ныне городского Дворца культуры. Ну, участников у нас доходило до 40 человек. Но, учитывая, что наш контингент подвержен заболеваниям, потом мы ведь не просто пенсионеры. Мы ведь еще и работаем, помогаем воспитывать внучат. Поэтому у нас бывают и занятые дни, и не занятые дни. Участники самодеятельности активно принимают участие во всех мероприятиях, какие проводятся в городе. Далее, значит, мы более 60 концертов в поселке и в колхозах. На масло-сыр комбинации. Элеватор, депо, Дом техники в школах. Анна Филиппина, что вам дают в эту песню? Вот вы поете песню, встречая друзьями. Ну что, очень интересно, конечно, хоть раз в неделю прийти на репетицию, встретиться с своими сверстницами, сверстниками, попеть, повеселиться. От этого, кажется, настроение улучшается, душа радуется, вспоминается молодость своя. Ну, настроение хорошее. Пока поем, значит, живем. Да, нам песня жить, не стареть помогает. Вместе с ветеранами военной труда работает Венера Васильевна Протасини. Теперь я микрофон передаю Михаилу Александровичу, как мурщение, чтобы он несколько слов сказал о ней. С приходом Венера Васильевна в наш хор, как руководителя хора, мы ощутили бодрость, восторг, что мы добьемся больших высот под ее руководством. Я считаю, что эту задачу Венера Васильевна выполнила. Мы с удовольствием в прошлом году выступали, дали 10 концертов, изучили ее песни, вот, и те, которые мы сегодня будем петь, и еще другие. Короче говоря, это оба очень обаятельная женщина, чуткая, внимательная к нам. И мы ее очень хорошо любим. Венера Васильевна, а как вам работает с ветеранами военной труда? Несколько слов расскажите, пожалуйста. Ну, в общем-то, конечно, для меня было неожиданностью то, что когда предложили работать с этим хором, я вначале подумала, смогу ли я, справлюсь ли. Но подумав, решила, все-таки нужно будет взяться. В общем, я довольна. Ну, бывают разные минуты в жизни. Бывает и настроения не бывает. Приходишь с ними, как только начинают петь, сразу все поднимается. На душе становится светло и легко. В общем, я довольна ими, очень довольна. И не собираюсь бросать работать с этим коллективом. Ну, и начал работать и аккомпаниатор Валера Гайнулин. Прекрасный музыкант. В общем, репертуар, как говорится, он играет грамотно, хорошо. В общем-то, мы тоже довольны. ПЕСНЯ 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 Ваши пожелания молодым? ПЕСНЯ Быть более активными. В жизнь идти. По жизни идти весело. Не только своей работой заниматься, но и ходить в самодеятельность, вспомнить старые традиции, как у нас было интересно. Ведь у нас самодеятельность была раньше и при железнодорожном клубе, и при районном клубе. Сколько людей принимало участие. Вот мы ведь выросли на этой самодеятельности. И вот очень хочется, чтобы молодежь наша поактивнее участвовала в этой художественной самодеятельности. Ну и, конечно, нас, пенсионеров, не забывали. Он, как сказал Эдуард Осадов, не забывайте нас, пока мы есть. Ведь мы еще на многое годимся. Никто не знает, сколько мы продлимся. А вот сейчас мы с вами, рядом, здесь. Кто мы такие? В юности солдаты, потом трудяги, скромно говоря. Но многие торжественные даты включили мы в листки календаря. Мы одолели вражеское пламя и вознесли над пеплом города. Нам видно вечно быть фронтовиками и в дни войны, и в мирные года. Зазнались? Нет. Смешно и ни к чему. Нам не пришло бы в голову такое. Когда пройдешь сквозь самое крутое, тогда плюешь на эту кутерьму. Что нам чины? Восторгов, междометия? Да мы их и не помнили почти. Нам важно, чтоб смогли вы обрести все то, что мы достигли в лихолетие. А чтобы жить вам лучшую судьбой и взмыть к звездам выше восторас. Возьмите все хорошее от нас, а минусы мы унесем с собой. Мы вечно с вами говорить бы рады, но всех ветра когда-то унесут. Не забывайте ж нас, пока мы тут, и нас по письмам вспоминать не надо. Спасибо вам большое за то, что вы были, за то, что вы есть, за то, что вы рядом с нами. Ах, ты степь широкая, степь раздохла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это объекты социально-культурного назначения, двухпятиэтажные жилые дома, объекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции, административные здания, здания и сооружения промышленных предприятий. А теперь, наверное, мы переключимся на здание. Вот мы, уважаемые телезрители, находимся возле средней школы номер 4. Как вы знаете, эта школа построена, сдана в этом году. Его строили строители строительного управления номер 7. Основным генподрядчиком выступили они. Трест башни в Тепромстрой, остальные субподрядчики. Здесь будут учиться 864 учащихся. Строительством этой школы уменьшится намного дефицит учебных мест города. На сегодня не только эта школа строится. Строится у нас пристрой к школам номер 1, номер 3. Это практически новая школа в северной части поселка. Строятся также сельские школы. Это в селе Каймаша-Баш, Югамаш. И в Буйском совхозе две школы строятся. Уважаемые телезрители, мы находимся недалеко от деревни Каймаша. Вот вы видите, новое здание средней школы. Он вот на днях должен сдаться в эксплуатацию. Строительство этой школы основном финансируется из-за районного бюджета. Строительство ведут подрядчиком НПМК Янаурская. Субподрядчиками у него являются НПМК-12 и Сельхозэнерго. Завершится строительство буквально на днях. Надеемся, на следующей неделе уже ученики будут сидеть за школными партами. На нестабильное положение в строительном комплексе России администрация города и района прилагает все усилия на сохранение тепло питального строительства. В стадии строительства на сегодняшний день находятся 32 крупных объекта. Это двух-пятиэтажные жилые дома, объекты социально-культурного назначения, административные здания, объекты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, здания и сооружения промышленных предприятий. К сдаче готовится вот пятиэтажный жилый дом управления капитального строительства, 45-квартирный, с центральной, встроенной, пристроенной аптекой. Аптека, вы знаете, находится у нас в маленьком тесном помещении, поэтому решено открыть новую аптеку. Этот дом будет сдан в этом году в эксплуатацию. Как сказал, 45 семей получат новое жилье в этом доме. Этот 45-квартирный дом строит наши нефтяники. Совместно подрядчиками является нефтекамский домостроительный комбинат. В этом году сдача тоже предусмотрена. Не прекращается строиться и в северной части города. Вот перед вами 20-квартирный жилой дом, построенный в Тресной башне Птепромстрой для коллектива масса-соркомбината. В этом году сдача заселяются люди. А рядом двухквартирный жилой дом строит его масса-соркомбинат своими собственными силами, тоже для своих рабочих. Дом-интернат будет представлять собой целый комплекс со спальными корпусами, столовой, клубом, библиотекой, ваше хранилищем и другими необходимыми помещениями. Мы находимся на стройплощадке мясоперерабатывающего предприятия. Это предприятие строит Трес-башни Птепромстрой. Монтажные работы ведут монтажники соседней республики Статарии. Этот цех будет выпускать две тонны смену мяса и тонну колбасных изделий. Как видите, работа близится к концу. В этом году это предприятие войдет в строй действующих. И мы, значит, на своих столах и на улице увидим и мясо с этого предприятия, и колбасу. Как я уже сказал, администрация особо внимание уделяет на строительство объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Для решения вопросов по снабжению населения продовольствием в районе строится тепличный комбинат со своим жилым поселком с благоустроенными квартирами в селе Ксакаин. Вот на этом комбинате один гектар закрытой площади к весне следующего года должен давать к столам свежие овощи. Строительство таких объектов, как тепличный комбинат, мясокомбинат и остальных, в последнее время особенно имеет большое значение, так как, вы знаете, везде суверенитет, снабжение во многом расстроено обеспечением и продовольствием, и остальными продуктами. Поэтому мы взяли курс на самостоятельность в этих вопросах. Будем иметь и свой тепличный комбинат, как сказал, и мясокомбинат. Продукцией этого тепличного комбината будет обеспечиваться не только город и район, но и мы сумеем реализовать эту продукцию и соседям, это Нефтекамску, Агайделю и остальным. Только на этот год, вот на текущий 93-й год, освоение средств будет более 1 миллиарда рублей. В этих домах будут жить работники тепличного комбината. Мы находимся в деревне Янборисово, колхоза Ленин-Дюбе. На селах, как и в других селах района, здесь тоже строятся жилые дома. Строят их на свои средства колхозники. В этом помогает управление колхозом и материальная помощь, и средствами, и транспортом. Колхоз Ленин-Дюбе является авангардом по строительству газопроводов и газификации жилых домов населения. На сегодня газифицированные жилые дома в селе Кисак-Каин, Тартар, ведутся работы по газификации поселка Прогресс и вот этого села, села Янборисово. И в следующем году уже газификация завершится всех жилых домов колхоза Ленин-Дюбе. Вот мы с вами побывали на строительстве жилищных объектов, промышленных объектов. Еще где, какие виды строительства идут в городе и на селе? Я бы сказал, у нас в городе и в районе много строится. И основную долю вносит коллектив СУ-7-300 башни «Всепромстрой». Этот коллектив последние два года, благодаря усилиям управляющего тресца Багаудинова Раэля Закаревича, главы администрации Назарьевича Звязова, вернулся в Янаул. Если до этого они работали и в Калтасинском, Таташкинском, Бурайевских районах и в других, то они последние два года, я еще раз повторяюсь, они работают только в Янауле и в Янаульском районе. Поэтому у нас дела пошли быстрее. Вот сами видите, жилье строится. Мы ежегодно 24-25 тысяч квадратных метров жилья сдаем. Это основном двух-пятиэтажные дома. В том числе 8-9 тысяч квадратных метров жилья ежегодно строят сами индивидуальные строительства. Это, значит, на средства рабочих, колхозников в черте города и в селах. Кроме этого, значит, строят коллективы хозспособом. Это вот уже называли Масласер-Комбинат. Другие предприятия двух-четырехквартирные дома строят. А также строим мы административные здания. В следующем году войдет в строй городской отдел внутренних дел, трехэтажные здания. Должны вступить в строй административные здания РАЙПО, неведомственная охрана. Хотя вот на двух этих последних объектах работа замедленная. Работают подрядчики слабо. Это Яновский участок, Треста, Башкобстрой и ПМК Агрописчестроя. Этот коллектив в последнее время заметил темпо строительства, надо сказать. Основная его задача была строительство на объектах переработки сельскохозяйственной продукции. В основном это совхозавод и Масласер-Комбинат. Но на этих объектах он практически на сегодня не работает. Поэтому рассматривали на заседании при главе администрации. И этот коллектив должен сделать свои выводы и начать работать по-новому. Надо сказать, одним из крупных объектов этого года будет строительство детского сада на 280 мест с плавательным бассейном. Его тоже строит Трест башня в Тепромстрой. Заказчиком является МГБУ. Также строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Заказчиком городской совет выступает, подрядчиком сельскохозяйственной техники. Значит, тут большой спортивный зал будет и остальные вспомогательные помещения. Одним словом, у нас строек много. Я всех пересистить не сумею. Это будет долгое время занимать. Но еще хочу сказать только одно. Строится в центре города библиотека трехэтажная на 2000 домов единовременного хранения. Его строят молодые предприятия РСУ. Много объектов. Город, думаю, растет, хорошеет. Укладываются асфальтовые дороги. Строятся и в городе, и в населенных пунктах газопровода дороги. И, надеемся, и впредь мы будем удерживать эти начатые темпы. Город растет, город строится. И в дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы продолжить начатые темпы. И в этом нас поддержат подрядчики и заказчики. Приближается День Суверенитета Республики Башкортостан, который мы будем праздновать 11 октября. Я желаю всем пружинникам города, района, всему населению всего хорошего. Уважаемые телезрители, 11 октября мы празднуем третью годовщину провозглашения Суверенитета Республики Башкортостан. Конечно, людям трудно разобраться во всех толкостях проведения федеративного договора экономической независимости. А ведь это основные вопросы, связанные с государственным суверенитетом Республики. Поэтому мы решили побывать в предприятиях города, переговорили со специалистами нефтяной промышленности, со специалистами сельского хозяйства о том, что дает экономическая независимость Республике и, в частности, нашему району. Роза Хасановна, вот Вы управляете филиалом коммерческого агропромбанка Башкирия. Что изменилось вот за эти три года? За эти три года изменений очень много произошло. Я бы сказала, во-первых, что у нас сейчас больше самостоятельно, чем раньше работали. Раньше все доводилось, и это централизовано. Сейчас мы можем и сами управлять, сами самостоятельно работать. И кредитные вложения доводились по целевому назначению, а в настоящее время они нам доводятся к филиалу банка. Потом мы сейчас можем распоряжаться средствами наших предприятий, организаций, колхозов, совхозов. Они, вот, это не столько самостоятельность, у нас только самостоятельность наших обслуженных, вот, я сказала, этих предприятий, колхозов, совхозов и вот остальных, даже бюджетных усреждений самостоятельно. Они могут распоряжаться своими средствами. А раньше не так было. Раньше предприятия, вот, не могли они самостоятельно своим средствами. Даже маленький капитальный ремонт без утверждения свыше не могли производить. А сейчас, если деньги есть, все можно делать. Можно и строить, можно и реконструкции делать, можно и расширения делать. А сейчас, вот, самостоятельно уже, если он думающий руководитель, знает, куда средства уложить, именно, куда большой, куда, ну, увеличить выпуск продукции, получить прибыль, а также от этого образовать фонды материального стимулирования. Это фонды материального поселения, фонды расширения производства, и это значит, улучшение социально-экономического состояния своих же работников. Вот, именно сейчас, каждое предприятие думает об этом. И это именно из-за того, что у нас имеется самостоятельность. Спасибо большое, Роза Хазанна. А сейчас я беседую с главным инженером нефтегазодобывающего управления Краснохолмск, нефтьфаниско-шаповичем Сирозетиновым. Пожалуйста, вам слово. Во-первых, в канун Дня Республики разрешите вас поздравить с этим большим праздником, пожелать вам большого счастья и крепкого здоровья. Прошло три года со дня правозглашения Декларации о Суверенитете Башкорстана. Обладая достаточным количеством забазов нефти, достаточной техникой, технологией для добычи и соответствующими кадрами, НГДУ стремится, чтобы все его свои богатства служило на развитие производства, чтобы мы жили еще лучше. Но тут вопросов могло бы еще больше быть, но я хотел бы остановиться конкретно на экологии, ибо у нас нет больше задач, чем экология и охрана недр. За последние три года мы 80% всех бригад капитального ремонта скважин держим на охране природой. И это дает свои результаты. За последнее время у нас насчет этого чувствуется улучшение оздоровления фонда скважин. До провозглашения Суверенитета Республик Башкорстан в 80-е годы было стабилизация добычи нефти на уровне 40 миллионов тонн. В 90-е годы на уровне добычи 30 миллионов тонн. Ну какая может быть речь, когда такая система о введении правильной разработки месторождения. Поэтому мы в этом видим полную поддержку суверенитета. Ну как уже повторяюсь, капитальным ремонтом скважин занимаемся мы больше ликвидацией, больше ремонтно-изоляционными работами и исследованием фонда скважин на герметичных эксплуатационных колонн. Также за последние годы объединение Башнефти улучшило свою работу в экологическом направлении, работать на перспективу. Это конкретно о выпуске защищённых труб, футированных полиэтиленом. Только в этом году мы проложили такие трубы 15 километров, которые будут служить не менее 50 лет и при этом не будут порыва. С будущего года, с 1994 года, в Нефтекамске закончится строительство цеха выпуска таких же футированных труб уже именно для наших районов, которые начиная с малых диаметров и кончая до больших диаметров будут выпускаться вот такие защищённые трубы. Также нам предстоит большая работа по приватизации нашего управления. Ну, конечно, система объединения Башнефти. Это говорит о том, что мы будем хозяевами, и надо нам всем относиться по-хозяйски своим объектам, зданиям, земле и недрам. Поэтому необходимо, должны работать в этом профессионально подготовленные люди, чтобы разработка велась очень грамотно. Ещё раз хотелось бы поздравить все наши коллективы с таким большим праздником и быть уверенным в том, что наше управление вводит из тяжёлого финансового положения, который оказался не по своей воле. Спасибо. Спасибо вам, Фанис Кашатович. А сейчас я слово передаю главному экономисту управления сельского хозяйства и продовольствия Фазнави Зеевичу Халимудлину. Я желаю независимость Республики Башкорстан колхозам, совхозам, районам, улучшению производства хозяйственной деятельности, предприятий АПК, улучшению условий труда и быта селян. С провозглашением Республики Независимости Республики Башкорстан введена одноканальная система финансирования Республики из Российской Федерации, что дало возможность правительству Республики оперативно решать вопрос финансирования важнейших отраслей народного хозяйства, в первую очередь с хозяйственным производством. Так, за 9 месяцев колхозами района выделено из бюджета Республики 664 миллиона рублей средств на лодирование продукции животноводства, то есть на мясо, на молоко. Свою цель это привело к стабильности розничных сын на прилавках магазинов. Ну, это знание с практической жизнью. Розничные сыны на продукты питания в нашей Республике гораздо ниже по сравнению с соседними областями и республиками. Кроме того, из бюджета Республики покрытый час расходов на покупку горючих смазочных материалов, минеральных удобрений, отдельных видов скоизвестной техники. На развитие социальной инфраструктуры особо делается большое внимание. Так, из местного районного бюджета, из республиканского бюджета выделено 735 миллионов рублей. Вся эта выделенная сумма сильноправленно освоена на газификацию сел, на строительство школ, детских садов. Кроме бюджетных средств, сильноправленно выделяются льготные кредитные ресурсы на покупку удовлений, горючих смазочных материалов, на покупку скота, племенного и молотника, на проведение посевных и уборочных работ. Вся эта забота к силе положительно отражается на производство, на производственно-хозяйственных деятельностях колхозов и совхозов. Хозяйственными районами успешно выполнены планы 9 месяцев по продаже государства мяса, молока. Завершаются все виды уборочных работ на полях хозяйств. Успешно проведена, осуществлено перевод скота на зимние заряжания. От имени администрации управления сельского хозяйства, всех работников, всех селях, поздравляем с Днём независимости нашей республики. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде. Несмотря на все трудности, жизнь продолжается. Рождаются дети, любящие сердца соединяются. 14 августа 1993 года регистрируется брак граждан Юсупа Воробица Расуловича, 1065 года рождения, Ханлова и Гудель Камильевны, 1071 года рождения. Хорош, хорош, хорош. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 С добрым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачи местного телевидения. В районе и в городе очень часто происходят срывы телефонов. Вот сейчас мы находимся на порыве телефонной, где главный инженер узла связи Анаст Ильгамович Шамгунов, архитектор города Владимир Николаевич Фазляхметов и начальник линейно-технического цеха Николай Петрович Падуков. Порывы в капелю. Основная вина, конечно, может, тут виноватых, во-первых, тут вот копали, нет разрешения на земляную работу. Это оформляется в архитектуре. Об этом вопросе архитектор района скажет свое слово. Ну вот, данный порыв кабеля, значит, вот тут у нас Татчлинская международная линия и четыре колхоза, значит, это Ленин-Курно, Правда, колхоз Победа и Парижская коммуна. Ну, пока временно мы соединили этот кабель, но будем, когда капитально соединять, тоже придется обрывать связи где-то на 6-7 часов. Поэтому такие порывы дают... Каждый порыв это, считайте, повреждение. Каждый повреждение какой-то процент ухудшения связи дает им. Чем больше порывов кабеля, тем хуже становятся связи. Поэтому это просьба всем строителям, которые занимаются этими вопросами земляных работ, там копка, траншея и прочее, постоянно согласовать с узлом связи даем. Мы обычно, ну, взять разрешение на земляные работы и потом вопрос, кто занимается, ну, непосредственно экскаваторщики, которые занимаются копкой. Они, прежде чем копать начинать день, они должны спросить у мастера, у прораба разрешение на земляные работы. Если разрешение есть, он должен копать. Если нет, значит, он не обязан копать. Не имеет права копать. Поэтому мы, конечно, в этом вопросе тяжело нам устранять, особенно вот сейчас, в такие времена, потому что дождь, сырость, а кабели у нас бумажные. Тут вот бумажный кабель, бумажная изоляция, она быстро отсыреет, и поэтому качество ухудшается этого кабеля. Как видите, сегодня мы подошли к месту большой аварии на линиях связи. Здесь с нами был представитель малого предприятия, пищестрой, но позировать перед телекамерой он не пожелал, объяснив, что я не киноактер, но, тем не менее, он должен был сегодня нам объяснить, почему это сегодня все получилось. Ну, мы с вами сегодня столкнулись с явным фактом головотяпства со стороны руководства малого предприятия пищестрой. Проводятся сегодня земляные работы по прокладке коммуникации к зданию строящегося районного отдела внутренних дел. Но земляные работы проводятся с нарушением правил проведения земляных работ. Это, во-первых, нет ордера на производство земляных работ. Виновны, во-первых, здесь организаторы производства, мастера, прорабы, но и не в последнюю очередь уже и руководство малого предприятия, которое знает, что должны эти земляные работы производиться только после оформления земляных работ. Ордер на производство земляных работ – это не есть какая-то экзекуция. Буквально за полдня могут обезжать по согласованию с проходящими здесь трассами. Связи, газа, водой теплоснабжения, канализации. Ну, по этим нарушениям у нас предусмотрены законодательством штрафные санкции. Видимо, с сегодняшнего дня будем мы их применять. Конечно, с нашей стороны была до этого слабость. Мы как-то обходили стороной, умалчивали. Видимо, мы уже с представителями районного узла связи будем применять штрафные санкции, которые довольно-таки больно ударят по карманам нарушителей вот таких вот и... которые нарушают правила производства земляных работ. Уважаемые телезрители, сегодняшнюю передачу мы посвящаем защите всех видов форм собственности. С нами сегодня вместе начальник отдела вневедомственной охраны городского отдела внутренних дел, старший лейтенант милиции Александр Валиевич Калиев. При органах внутренних дел, в том числе в Янаульском отделе охраны, Янаульский отдел охраны занимается охраной объектов всех форм собственности и квартир граждан. В настоящее время они охраняют объекты в городе Янауля. В основном объекты охраняются государственной собственностью, в том числе имеются объекты частной собственности и коммерческой структуры. В основном работа нарядов охраны соответствует всем требованиям, тем положениям, которые предъявляются к ним. В 92-м году было принято новое положение в органах подразделения вневедомственной охраны. В городе Янаули и поселке в те времена в 52-м году, в июне месяце подразделения охраны создавались. Подразделения охраны за свое время существования видоизменялись, но основные задачи у них оставались те же охраны объектов. Сейчас вот вы видите фрагмент выезда нарядов от пульта, централизованной охраны на объект, охраняемый объект. Это у них повседневная работа. Откуда же поступил сигнал о тревоге? Этот вопрос я задаю дежурному пульту. Сигнал поступил с охраняемого объекта магазин техника, наряд выехал. Как мы уже сказали, что сигнал тревоги поступил с охраняемого объекта магазин техника, наряд прибыл по сработке, производит осмотр объекта, открыта наружная дверь, наряд проверяет сейчас для объяснения обстоятельств и причин. Сейчас они производят полный осмотр объекта для выяснения причин. Дежурный ПЦУ Мулануров проверяет целостность витрин. Водитель, отставив в машине. Сигнал проверяет целую часть. Как мы видим, сигнализация сработала, окна ламбочка не горит. Сейчас будут проверять головой часть объекта. Объект проверяется с применением служебной собаки. Наряд постоянно работает с служебной собакой, с автомашиной и дежурным офицером. Продолжается осмотр объекта, столовой части, для выяснения причин. Служебная собака сразу проверяет. Открыта дверь половая. Для выяснения причин, почему открыта дверь, сейчас наряд будет проверять, уточнить причину. Александр Валерьевич, в чем же все-таки была причина? В причинах сработки сохраняемого объекта, сейчас нам скажет дежурный ПЦУ Мулан Рафанавис. Причина сработки. Хазорган открыл объект и не позвонил на пульт централизованной охраны. Поэтому по тревоге выехала группа задержания в составе двух человек. Проверяли объект, выяснили, что они открыли сами и при этом не позвонили на объект. Александр Валерьевич, а часто ли такие случаи? Такие случаи у нас бывают часто. Приходится по несколько раз в ночь, по 10-15 раз выезжать на сработки. Часто эти сработки приходится перезакрывать объект с поднятием хазоргана. Бывают всякие причины. И вот как сегодня мы видели, что не позвонили на пульт. Вот последние дни у нас из-за погодных условий происходит срабатывание сигнализации. В целом работы для нарядов хватает. Служебно-разосновых собак результатов дает мало. Поэтому при каждой выезде на сработки на объект применяется служебная собака. В последнее время, как мы применяли собаку по кличке Кири, она работает по следу, постоянно применяется при выезде. Какие требования предъявляются по технической укрепленности предприятиям и организациям города? Основное требование по технической укрепленности объектов, это начиная с территории, ограждения территории. Вот мы сейчас один из примеров ограждения территории. Для примера, Янаульский элеватор. Территория огорожена по периметру железобетонными плитами, высотой не менее двух метров. Не должно быть пролазов в этих заборах. Техническая укрепленность в дальнейшем, начиная с ворота, ворота металлические, должны иметь хорошие запорные устройства, ограничители при открывании дверей, чтобы ворот можно было зафиксировать открытие ворот. Должно быть помещение, где, если пропускной объект по пропускной системе, наличие комнаты досмотра, также комната хранения личных вещей работников, предприятий, учреждений, организации. Технические укрепленности помещений, вот кассовые помещения, другие места хранения цельных бумаг, вещей. Это вот окна должны быть оборудованы металлической решеткой. Должно быть общиты с жестью, иметь металлическую накладку. Вот эта дверь общита и имеет металлическую накладку. Сказано было, ворота должны быть механизированы. Для осмотра автотранспорта должна быть эстакада. Вот пример эстакада. Сторож проверяет прямо с эстакады ввозимый-вывозимый груз. Также вот для механизации ворот имеется пульт управления. Это вот одно из требований. Один из пунктов, который выполняется, требования по технической укрепленности. Это было одно из показательных предприятий по технической укрепленности объектов. Здесь в последнее время делается большая работа по техническому укреплению объекта, начиная от периметра территории. В дальнейшем мы надеемся, что совместно с телевидением, местным телевидением, с участием других заинтересованных лиц, провести рейды по проверке технической укрепленности на объектах и результаты показывать по местному телевидению. В 1993 году фактов совершения краж сохраняемых объектов не допущено. В целом по городу и району очень много фактов совершения краж сохраняемых объектов. Также много краж с коммерческих структур, с объектов коммерческих структур. Также в последнее время в связи с этим президент Верховного Совета Республики Башкорстан принял указ, чтобы упорядочить это мероприятие. А именно указ называется «Об административной ответственности за правонарушение в сфере сохранности имущества, денежных средств и ценных бумаг» от 25 сентября 1993 года. Согласно этого указа все руководители предприятий, учреждения, организации, также и коммерческих структур, в обязательном порядке должны укрепить техническое состояние объектов с целью, чтобы не допустить совершения краж с этих объектов. За неустранение технических недостатков технической укрепленности предусмотрены ряд мер, административных мер. Эти меры, мы думаем, что все-таки помогут подтянуть некоторых руководителей. На самом деле, на сегодняшний день только по нашим представлениям, по технической укрепленности. И, скажем, из 100 представлений, может быть, устраняются недостатки 50-60% из всех обследованных объектов. Поэтому и одной из причин совершения краж является слабая техническая укрепленность объектов. Из-за слабой технической укрепленности много краж с объектов торговли. В этом году риски роста этого вида кражи с этих объектов. Сейчас мы работаем по выполнению этого указа. На многих объектах составлены протоколы, акты на техническую укрепленность. Внесены конкретные предложения. Эти предложения с конкретными сроками. В случае невыполнения этих предписаний наших при повторном обследовании, мы составляем протокол и направляем этот протокол в народный суд для принятия соответствующих мер. Я только скажу, что за непринятие, невыполнение должностными лицами предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, кроме частных, предприятий, правоохранительных и судебных органов, об устранении нарушения правил по технике укрепленности объектов собственников Республики Башкорстан, причин и условий, способствующих совершению краж или запрещения хранения имущества, денежных средств и сельных бумаг в помещениях, не отвечающих установленным требованиям, влечет штраф до 10 минимальных размеров оплаты труда. Я думаю, это очень большая сумма, все-таки за эти недостатки выкладывать из своего кармана такую сумму денег на штраф. Поэтому я еще раз обращаюсь с руководителем, те, которые еще не занялись, не приступили к поустраиванию технических укрепленностей, задуматься над этим вопросом и в ближайшие же дни. Я думаю, вообще этот вопрос повседневный должен быть, технической укрепленности. Если руководитель болеет за свое предприятие, вот мы в дальнейшем еще покажем. Ряд руководителей по нашим актам, предписаниям, своевременно устранили недостатки технической укрепленности. В настоящее время принято постановление, и Республика Башкорстан сейчас приняла такое же постановление по упорядочению хранения денежных средств. Также за нарушение хранения денежных средств, наличных, предусмотрена административная ответственность, вплоть до снятия с занимаемой должности руководителей, которые не обеспечивают сохранность денежных средств, наличных средств. И в настоящее время, после принятия этих указов, некоторые руководители повернулись лицом к обеспечению сохранности. Сейчас ряд руководителей заключают договора с подразделением охраны, с нашим подразделением, на охрану объектов. Это говорит о том, что все-таки есть руководители, которые понимают важность этого дела. Все-таки это сегодняшний день, день хаоса, когда охраняют более-менее, вот как мы уже видели, вооруженный наряд милиции, выезжают своевременно, проверяют. В случае, если необходимо поднимать, хозяйственного органа поднимают любое время суток на перезакрытие для выяснения причин хозяйственных руководителей, продавцов, кассиров, завскладов, я думаю, это более приемлемый способ охраны. Замена для охраны, вот, на охрану объектов другими средствами сегодняшний день, мне кажется, нету. Ну, те ведомственные сторожа, они, конечно, охраняют, но охраняют так, когда руководитель пришел, он тоже приходит, показывается, руководитель уходит, и сторожа тоже не найдешь уже на охраненных объектах, ведомственных объектах. Вот охрана объектов силами нарядов милиции, она, как я уже сказал, более приемлемая. В настоящее время мы в охране объекта применяем самые последние, последние слова техники, новые технические средства сигнализации. Вот, в последнее время мы заключили прямые договора на подставку с подрядчиками новых технических средств, вплоть до промышленных телевустановок. Несмотря на все эти финансовые затруднения, на хаос, то, что у нас сегодня творится, все-таки мы стараемся развиваться, особенно развивать именно охрану объектов с помощью технических средств сигнализации и нарядов милиции. В настоящее время мы ведем строительство нового здания, пункта централизованной охраны, где будут установлены новые технические средства, пульты, средства сигнализации, радиосвязь. В целом стараемся все-таки охрану объектов взять под надежный контроль, под надежную охрану. Как мы уже вначале сказали, что все-таки вот не зря, наверное, она создавалась, это подразделение, еще в 52-м году, как я уже сказал, 29 октября 1952 года, были созданы постановления Совета Министров СССР подразделения охраны при органах внутренних дел. У нас, Янауле, подразделение охраны при органах внутренних дел образовано в июне месяце 1962 года. И вот хотел бы в связи с этим поздравить всех наших работников. В основном раньше работали в отделе охраны людей пожилого возраста, пенсионеры, сторожами, контролерами. Я хотел бы их поздравить. Поздравить сотрудников милиции, которые день и ночь работают по охране объектов. Все-таки сегодняшний день одевать форму, работать по охране объектов. Я думаю, очень это трудно и сложно, и, может быть, сейчас вроде не хотят применить это слово. Почетная работа, все-таки обеспечивая сохранность имущества на объекте. Я думаю, это очень даже для себя и для других добрая миссия. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к населению города Денаула с таким просьбой, с заявлением, что мы принимаем в неограниченном количестве заявления на монтаж сигнализации квартир, гаражей, дачных домиков, где есть электроэнергия, на монтаж сигнализации с последующим подключением, если имеется телефонной линией, на пульт централизованного наблюдения. Стоимость монтажа на сегодняшний день с учетом расходов всех, всех расходов на материалы, на оборудование в зависимости от этажности дома, в зависимости от расположения комнат в пределах 25-30 тысяч. Это я хотел бы сразу оговориться, что один раз только эта сумма вносится. В дальнейшем, если подключение на пульт, то сумма, я думаю, просто символическая, это 400 рублей в месяц. На сегодняшний день тоже вот эта сумма, вот у кого есть желание, необходимость, обращайтесь, мы готовы всегда выполнить ваши заявки, заявления и подключить, взять под охрану. Конечно, в настоящее время, может быть, не всем не до праздников, но все-таки я хотел бы поздравить, поздравить в своем заключении всех наших работников, сегодня те, которые работают, те, которые у нас работали, которые на заслуженном отдыхе, с наступающим праздником, с 41-й годовщиной образования подразделения охраны при органах внутренних дел, пожелать им всем крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия. Уважаемые телезрители, мы продолжаем показ видеосюжетов с празднования Дней культуры и искусства Янаульского района Республики Башидистан в городе Казани. Уважаемые телезрители и искусства Янаульского района Республики Башидистан и искусства Янаульского района Республики Башидистан и искусства Янаульского района Республики Башидистан Янаульского района Республики Башидистан и искусства Янаульского района Республики Башидистан Аплодисменты. 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 вантеряндат, кейлоскарасан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мулахметову Равкату Мулахметовичу. Проводим сезонные обслуживания тракторов и спецтехники. Ребята работают старательно. Производственным планом выполняем. Спасибо. Мастерской. Это Токер Кабиров Рифмаваракович. С перерывом работает более 20 лет. Специалист высокого класса. От него работа во многом зависит. Техническая готовность. Автомобилей, тракторов и другой спецтехники. Долгие годы своей трудовой биографии посвятил я научным УТТ. Шакиров-Нуриха. Здесь ремонтируются радиаторы. И другая техника. Делаются стекольные работы. И жестяные работы. В сварочном участке ремонтный мастерской. Здесь производится сварочная работа ПАИТа. Подготовка инструментов. Шараев Юрий. Ветеран производства. От его работы во многом зависит тоже техническая готовность автомобилей и другой техники. Токарный участок для Новольску ТТ. Здесь делаются детали для того, чтобы произвести ремонт автомобилей, тракторов. Люди имеют соответствующую позицию и профессиональную подготовку. Токарных, фрезерных и других станков. Начальник ремонтной мастерской Атгам Гиманриславович Абсалов знакомит вас с работой своей мастерской. Ремонт ремонтов и агрегатов автомобилей. Где производим, буду говорить, наша хирургия автомобилей. В данное время в этом цехе работают 27 человек. Мы находимся на участке этого цеха, где производится капитальный ремонт двигателей всех марок. В данном цехе работают специалисты. Мы видим на панораме Зайцева, Виталика. Долгое время работают Хакимов, Анис, Наилович, Батышин, Менихан. Обработка путевых листов. Подсчет заработной платы производится компьютерной техникой. Эксплуатация автозаправочной станции. Здесь в основном производят заправку машины Центрального парка. Управление имеет достаточно хорошую производственную базу. Здесь обращается серьезное внимание к культуре производства, подготовке рабочих мест, промсанитарии и гигиены труда. Мы находимся на объектах нефти промысла номер 2. Здесь производится подземный ремонт скважины. Обслуживает здесь в основном техника и научка управления технологией транспорта. Слово представляется начальнику колонны номер 3 Шарафутинову Раулю Хабриславовичу. Раулю Хабриславовичу, расскажите, пожалуйста, о деятельности рабочих вашей колонны. Наша колонна связана с добычей нефти и работой совместно с работниками НГДУ Краснохолом нефти. Наши агрегаты разделены на звенья глушения скважин. В связи с этим, значит, вот сегодняшний день на скважине 315 работает агрегат под набором 6171, моторист, который является Шарафутинов Рау Хабриславович и Мардану Шамиль. Они работают, значит, более 10 лет с большим стажем, большим опытом. Также работает машинец подъемника Наби Юлин Руфиль Солихович. Работает уже 26 лет, никогда никаких заместяний не было. Очень много раз был пощерен за хороший, отличный труд. Рабочих управления обслуживает столовая, где обедают 100 и более человек ежедневно. 28 октября в Управлении технологического транспорта проводилось торжественное собрание, где выступил и поздравил своих работников начальник УТТ Индель Фагимович Хабибов и председатель правкома УТТ Иллюз Фасакович Соляхов. Силами работников Дома техники был дан небольшой праздничный концерт. Машинец и ППУ колонна номер 3. Диазов Винарисов Ханихович, водитель у колонн номер 4. Диазов Винарисович Хабибович, водитель спецавтомобиля спецколонна. Султанова Иссора Закеевича, водитель спецавтомобиля. В конце 20-х годов, когда начало действовать новый оправдан в городе и были рекомендуем завода Силы, Советский Совет был занимал первые местные группы и вторые местные группы по производству автомобилей. В втором году с конвейера от действующих предприятий вышло 145 тысяч автомобилей, в том числе 136 тысяч грузоводов. Субтитры создавал DimaTorzok Диазов Винарисович А сейчас мы предоставляем слово начальнику УТТ Индилю Фагимовичу Хабибову. Традиции последние воскресенья октября отмечать День работников автомобильного транспорта. Люди, которые заняты в этой отрасли, составляют самую массовую профессию. Автомобильный транспорт связан с миллионом рабочих, инженерно-технических работников, экспедиционников и ремонтников. Сегодня более 80% народных хозяйств грузов перевозится автомобильным транспортом. Возрастает также количество пассажиров, перевозимых этим удобным видом транспорта. В большую армию автомобилейства в республике важное место занимает Янаульское управление технологическое транспорта, которое занято обслуживанием объектов структурных подразделений НГДУ Краснохолом нефти. В январе 1994 года наше управление будет отмечать свой 30-летний юбилей. В первые дни организации предприятия имелось 47 единиц техники, 37 автомашин марки ГАЗ-501 и 10 тракторов С-80. Сегодня управление имеет около 1000 единиц современных автомобилей, тракторов, специальной техники. Последние годы парк пополняется импортными машинами, грузоподъемным техниками и автобусами. Среди 16 управленных технологий транспорта объединения Башневых предприятий занимают ключевые позиции по наличию производственной базы, количеству техники и работающих, строительству жилья и производственных объектов. Благодаря устойчивой работе основного заказчика НГДУ Краснохолом нефть предприятие успешно решает производственные социальные программы и в будущем транспорте нефтяника намерены улучшить обслуживание добытчиков черного золота. В заключение поздравляю всех работников, жительских работников, ветеранов труда и всех тех, кто связан с автомобилем, с профессиональным праздником. Желаем всем успехов в работе, в жизни, благополучия, счастливых дорог. С праздником, товарищи! В канун праздника мы также побывали на Янаульском автотранспортном предприятии и взяли интервью у заместителя директора по перевозкам Редана Магитбаевича Сафи. Янаульское автотранспортное предприятие на сегодняшний день выполняет перевозки народно-хозяйственных грузов, перевозку пассажиров, как на пригробных, междугородных и городских перевозках. По итогам девяти месяцев наше предприятие с основными своими планово-экономическими показателями справится. План по выполнению пассажирооборотов выполнен на 110%, по выполнению доходов на 107,6%. В Маборке урожая 1993 года, значит, хорошо потрудились водители грузовой колонны в Айадинском совхозе, братья Ганиевы, Ильдар и Зикав Сулеймановичи. В Буйском совхозе водители Зуфаров Айдар, Сидиков Рафаэль. В колхозе паркоммуна водители Тимиргазин-Халиль, Шамгунов-Магафур, все эти перечисленные, высшеперечисленные водители добросовестно отнеслись с большей ответственностью, несмотря на непогодные условия этого года. Сменно-суточные задания они свои выполнили, ежедневно перевыполняли. На сегодняшний день эти водители у нас трудятся на уборке сахарной свеклы в Чешминском районе. Что хочется пожелать в эти предправочные дни, в праздничные дни транспортников? Я хочу поздравить всех транспортников, всех рабочих, водителей, реморабочих, инженерно-технических работников нашего предприятия, также транспортных организаций, наступающим праздником Днем Автомобильного Транспорта. Пожелать им и их семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в дальнейшей их трудовой деятельности. Теперь я хочу предоставить слово главному инженеру нашего предприятия, Ахтямову Альфидат Гамовичу. Мы пройдем на территории предприятия, пройдемся по цехам и новой ремонтной зоне. Мы находимся в Янолосском автотранспортном предприятии, аккумуляторном цехе. Перед нами аккумуляторщик Горяев Ясовой. Давно работает АТП, 59-го года. В 61-го года работает аккумуляторщиком. Несмотря на пенсии, на пенсии уже находится 6-й год, трудится добросовестно, работает, свою работу знает, постоянно занимается своим повышением уровня. Один из примерных водителей – Серхов Василий Филиппович. АТП работает давно, уже более 30 лет. Несмотря на свой возраст, вполне справляется своими обязанностями. Также среди примерных водителей можно привести пример Мавлютов Айрат Медхатович. Он обслуживает первую международную бригаду. Работает, обслуживает международные рейсы. Пожалуйста, Вам слово. Мы общий стаж работы водителем 75-го года. Из них вот уже 13 лет на автобусе. Бригада наша осуществляет пассажирские перевозки на международных маршрутах. На предприятии давно уже работают братья Ганеева, Зикав, Илдар и Сулеймановичи. Ганеев, Зикав работают более 30 лет, а Ганеев и Илдар работают 15 лет. Уважаемые работники автотранспортного предприятия. Мы от души поздравляем Вас с Вашим профессиональным праздником. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, больших успехов в Вашем нелегком труде. Пусть на дорогах всегда сопутствует Вам только зеленый свет. Примите наши самые искренние пожелания. Для Вас поет Мурат Валеев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok